Жители города Кокшетау из числа социально уязвимых категорий уже получили по 50 тысяч тенге из средств регионального общественного фонда Акмала Бергемес, созданного по инициативе Ельбасы. Эти 50 тысяч тенге призваны помочь тем, кому в нынешнее время труднее всего. Среди получивших выплату и Тамара Галькина, одна воспитывающая трех детей, среди них и ребенок-инвалид. Правда, сама она называет Тимошку Ласкова, особенный ребенок. Мы живем в социальной адаптации, мы ни на АСП подать не могли, ни на какую-то помощь, потому что якобы мы находимся на гособеспечении. А тут нам фали 50 тысяч, у меня такой шок был. Я даже не поверила. Огромное прямо, знаете, спасибо, что нам помогли, что нам скинули эти денежки. Для нас это очень весомая помощь сейчас, тем более в такое время тяжелое с этим коронавирусом. По словам женщины, это первая финансовая помощь. До этого поддержку в виде продуктов порой оказывали только благотворительные фонды. Перечисленные средства семья планирует потратить на сборы детей в школу. Мы в реабилитационный центр ходим. Я шагаю сам к Амелиновой Гаухарце-Мергалиевне с ребеночком. Ну там 120 тысяч у нас уходится сами. Получается, все пособия у нас туда уходят. Ну сейчас в связи с квартиром пока сидим дома. У нас у ребенка очень тяжелый диагноз. Спасибо огромному нашему Ельпасе, что вот фонду Баргемес, что вот нам оказали такую материальную помощь. Общественный фонд Баргемес был создан по инициативе первого президента Республики Казахстан, Мурстана Обечественного Назарбаева, для оказания финансовой помощи в условиях черчайного положения. Размер единовременной материальной помощи определен в сумме 50 тысяч тенге. В нашем городе, в областном центре города Ковшатал, утвержденный списком, акиматом города Ковшатал, был представлен на лиц около 3000 человек. В данную категорию лиц входят инвалиды первой группы, малообеспеченные семьи, инвалиды, так, сироты, совершеннолетние, ветераны Великой Отечественной войны, переравнены к ним лица, пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Одним словом, для лиц, которые сейчас в данное время труднее всех. На сегодняшний день утверждены семь категорий получателей, по которым акиматами были представлены списки. В Акмолинской области это 120 многодетных семей и еще 837, в которых есть инвалиды первой группы, 886, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом. Получили поддержку из 144 совершеннолетней сироты, 776 пенсионеров, получающих минимальную пенсию, 164 участника и инвалиды Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним лицам. Как отметили в фонде Акмолинская область, одна из трех областей в республике, которая завершила перечисление денег на счет получателей. Оксана Матасова, Василий Вережников, Кокщиак, Парад.